Симха-крия В это непростое время глобальной пандемии крепкий иммунитет и хорошо функционирующая дыхательная система приобретают особое значение. Известно, что древние техники йоги приносят пользу телу, уму и энергиям. Это предложение от Садгуру, йогина и мистика. Садгуру предлагает для практики Симха-крию простую, но мощную практику йоги для укрепления иммунитета и улучшения работы легких. Эту практику могут выполнять все, за несколькими исключениями, которые будут перечислены далее в этом видео. Симха-крия может быть особенно полезна тем, у кого нет никаких других мощных процессов для поддержки организма в этот период. Садгуру будет давать инструкции для практики. Очень важно следовать им, не внося никаких изменений. Пожалуйста, посвятите следующие 10 минут исключительно этому процессу. Пожалуйста, не выполняйте практику во время просмотра видео. Сначала полностью прослушайте инструкции и только затем приступайте к самостоятельной практике. Это простая практика. Она не актуальна для тех, кто практикует Шахти Чалана-крию. Таким людям ее практиковать не обязательно. Но если вы практикуете Шахти Чалана-крию утром, эту практику вы можете сделать вечером или днем, если вы достаточно голодны. Для тех из вас, кто не знает никакого другого мощного процесса, это будет очень полезно. Во-первых, эта практика повысит выносливость ваших легких. Во-вторых, укрепит вашу иммунную систему. И, кроме всего прочего, если вы будете выполнять ее в течение следующих пяти дней, и потом внезапно вы не сможете ее сделать, это будет значить, что у вас точно есть какие-то проблемы с дыхательной системой. Может быть, это не тот самый вирус, но это может быть что угодно, неважно. Неважно, что это. Вы должны провериться, если вы вдруг обнаружите, что не в состоянии ее выполнить. Для этого необходимо полностью вытянуть язык, широко открыв рот, а затем дышать как можно интенсивнее, не двигая животом рывками. Вы должны совершать и вдох, и выдох. 21 раз, мягко двигая животом. После того, как вы закончите это, заверните свой язык назад. Толкните его настолько далеко назад, насколько это возможно. Не нужно использовать руки. Сейчас не лучшее время для этого. Зверните язык назад, без помощи рук. Рот остается открытым. И снова совершайте вдох и выдох, таким же образом. Настолько мощно, насколько можете. Но при этом вы должны издавать звук, удерживая напряжение в основании горла. Очень важно, чтобы вы издавали этот звук, удерживая напряжение в основании горла. Вы делаете вдохи и выдохи 21 раз, завернутым назад языком, издавая звук из основания горла. Полный вдох и полный выдох, настолько мощно, насколько можете. В течение всего процесса ваши глаза должны быть закрыты. Вы делаете полный вдох и просто сидите, удерживая дыхание с полными легкими, в течение одной минуты. Если вы уже пожилого возраста, или если ваше дыхание не настолько развито, по крайней мере, 30 секунд. Если вы не можете удерживать дыхание в течение одной минуты, задерживайте его как минимум на 30 секунд. В день, когда вы не сможете этого сделать, вы поймёте, что с вашей дыхательной системой есть некоторые проблемы, и тогда вы должны пойти на осмотр. Сейчас она продемонстрирует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Она должна полностью приподняться, и затем вы полностью вытягиваете язык. В таком положении 21 раз. Когда вы закончите... Делайте так 21 раз, затем закрываете рот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выдыхаете, рот закрыт, издавая звук из основания горла, удерживая напряжение. А затем, если хотите, можете посидеть спокойно некоторое время с закрытыми глазами. Потом можете делать все, что вы обычно делаете. Это простая практика, которую может выполнять любой. Убедитесь, что ваш желудок не слишком полон. Вы должны быть слегка голодны. Даже если у вас не совсем пустой желудок, по крайней мере, вы должны быть слегка голодны. Это простая практика. Особенно для тех из вас, кто подвергается воздействию. Либо потому, что вы медицинский персонал, либо полицейский, либо находитесь на какой-то другой службе, где вы взаимодействуете с зараженными людьми. Пожалуйста, убедитесь, что вы выполняете эту практику. Она принесет вам большую пользу. Пожалуйста, выполняйте практику строго в соответствии с инструкциями. Не вносите никаких изменений или модификаций. В частности, не увеличивайте счет. Выполнять эту практику может любой в возрасте от 6 до 70 лет, вне зависимости от физического состояния и медицинских показаний. Дети младше 6 лет и пожилые люди старше 70 также могут выполнять эту практику. Но им необходимо делать 12 вдохов и выдохов, а не 21. Те, у кого есть или была опухоль головного мозга или кровоизлияние в мозг, могут выполнять эту практику, но должны дышать 12 раз вместо 21. Для получения более подробной информации посетите наш сайт.